Вчера вечером прогремела новость о кончине Дмитрия Красилова. Сейчас восстанавливаются события этого дня, когда не стало известного танцора. Предварительно, Дмитрий скончался из-за тяжелой болезни сердца. Подробности трагедии пока не разглашаются. Консьержка дома по улице Академика Янгеля, где был найден мертвым танцор и артист Дмитрий Красилов, рассказала о последней встрече с молодым человеком. Как стало известно, дежурная по подъезду видела 29-летнего жильца около трех часов ночи в понедельник. Он приехал домой на такси. По словам женщины, Красилов был выпивший, но держался на ногах. Бывшего участника группы Little Big нашли голым около кровати. По всей видимости, он успел раздеться, но потерял сознание. Вероятная причина смерти – сердечный приступ, который спровоцировал, в том числе, лишний вес танцора при росте 160 сантиметров он весил более 120 килограмм. Присутствие посторонних в квартире полицейские исключают дверь была закрыта изнутри. Алкоголя либо запрещенных препаратов в помещении не нашли. Сама квартира принадлежит матери Красилова, она и дала согласие на вскрытие замков. Тревогу забил режиссер, с которым должен был работать Дмитрий. Известно, что в понедельник Дмитрий должен был появиться на съемочной площадке, и режиссер, после долгих попыток с ним связаться, почуяло неладное, ведь он был обязательным человеком и предупредил бы об опоздании или отмене планов. Позже к Красилову отправился директор, который не смог достучаться до него. Мать танцора разрешила полиции проникнуть в дом. Около 22 часов тела Дмитрия вынесли из дома и погрузили в машину ритуальной службы. Его повезли на медэкспертизу для выяснения причин смерти. Дмитрий профессионально занимался танцами, а значит, подвергал себя огромным физическим нагрузкам, волей-неволей тренировал мышцы, из-за чего у него в организме развивался быстрый метаболизм. Но если учитывать, что у погибшего, несмотря на занятия спортом, были проблемы с лишним весом, то, скорее всего, к проблемам со здоровьем привел именно образ жизни. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог и кардиолог Маргарита Королева. Вероятно, днем тренировка, вечером выступление, а совсем уже поздно нужно было совместить все в одном желудке и завтрак, и обед, и ужин. По мнению врача, если жир копился, например, не на руках или ногах, а откладывался вокруг внутренних органов, то проблемы могли начаться и в таком возрасте, как у Красилова. А проблемы начинаются следующие, из-за давления жира сердце переходит из обычного вертикального положения в горизонтальное. Сердцу вообще сложнее работать лежа. Представьте, что вам нужно прямо на кровати выполнять какие-нибудь спортивные упражнения. Нагрузка на сердце существенно возрастает, сказала Королева.